Акция «Сад памяти» прошла во многих районах и городах края. Местные жители увековечили память о героях, погибших в боях Великой Отечественной войны. В барнаульских дворах играют военные оркестры. Краевые организации и ведомства поздравляют своих ветеранов с праздником Великой Победы. В майские праздники Алтайский Роспотребнадзор усилил рейды по масочному режиму. Какие предусмотрены штрафы и кого контролируют в первую очередь. Накануне Дня Победы корреспонденты телеканала попросили барнаульцев рассказать о своих ветеранах. О том, как сохраняется в семьях память о героях далекой войны в нашем Блицопросе. Иван Сергеевич Паньков, который ушел на войну и пропал без вести, к сожалению. Поэтому память о нем храним. Хотелось бы оставить, чтобы был орден, но, к сожалению, осталась только фотография в военной форме. И мы ее до сих пор бережем. И каждый раз во время бессмертного полка у нас есть специальный планшет, и мы с ним выходим. У нас два было участника войны. Это мои деды Родион Георгиевич и Василий Иванович. Они... Василий Иванович, он погиб, пропал без вести, а Родион Георгиевич, он дошел до победы, был ранен и умер уже после войны. Дедушка Царствие ему небесное, то есть Герой Великой Отечественной войны, с орденами, с медалями, с заслуженными, конечно, есть. Я знаю, что он взорвал 19 или 20 танков, да, за что получил орден, если не ошибаюсь. Но не очень достоверно, я просто знаю все факты, так как с дедушкой связь тоже на долгое время была утеряна, и всех его регалий. Нужно поднимать архивы, чтобы узнать. Мой папа Василий Иванович Бахарев всю войну прошел, подполковник, а свекор, он дитя войны. То есть тоже там страшные воспоминания. В живых, к сожалению, никого нет. Много чего рассказывали, в основном плакали. По ночам плакали, зубами скрипели, потому что вот у папы живого даже места нет, и осколки везде. Папа вообще всю войну прошел, и на рестае был. И дело в том, что он говорит, что все красиво в кино. На самом деле очень страшно. Очень страшно. Помнили, помним. И продолжаем помнить. У меня прадедушка служил, Собин Тимофей Алексеевич. К сожалению, погиб. В 43-м году возраст у него был 23 года. Ну, память храним. Есть фотографии в альбоме. И рассказываем детям своим. На прошедшей неделе губернатор края обсудил вопросы благоустройства мемориальных комплексов в Алтайском и Советском районах. Во время рабочей поездки Виктору Томенко рассказали, какая работа по сохранению памяти героев войны проводится в селах. Местные власти благоустроили центральную часть села Алтайского по нацпроекту «Жилье и городская среда». Впервые в селе появился пешеходный фонтан с подсветкой. На Аллее Славы установили памятник русскому оружию, а также скульптурную группу в память об участниках локальных войн в Афганистане и на Северном Кавказе. В Советском районе во всех 12 сельсоветах заканчивается ежегодный ремонт памятников войнам, погибших в Великой Отечественной войне. Ремонт мемориала в районном центре «Советская» провели в прошлом году. Отдельные работы продолжат в текущем. Алтайский край присоединился к международной патриотической акции «Сад памяти». Бийск стал одной из самых крупных площадок в крае. Бийчане приходили на акцию целыми семьями и высадили около 8 тысяч молодых сосен в память о своих родных, погибших на фронте. Подробности в сюжете моих коллег. Международная акция «Сад памяти» в Алтайском крае собирает множество участников. Это представители органов власти и местного самоуправления, студенты, волонтеры и местные жители. Бийск стал самой крупной площадкой акции в крае. Заместитель председателя правительства Александр Лукьянов поприветствовал участников от имени губернатора Алтайского края Виктора Томенко. С чувством глубокой признательности благодарим ветеранов, тружеников тыла за совершенный подвиг. Благодарим всех земляков, которые по зову души сегодня в это время, в этом месте собрались, чтобы посадить памятное дерево в честь своего героя. Все эти годы в Алтайском крае существовала традиция высаживать деревья у мемориалов воинам Великой Отечественной. Со временем эти высадки перестали быть стихийными. Ну вот как бы официальный статус сделали к 70-летию Победы. Значит, и тогда действительно называлась акция уже всероссийская она была акция. Лес Победы назывался. И вот буквально два года мы ее переименовали, вернее она международная стала акция, это сад памяти. В части районов края, где погодные условия позволили, уже провели посадки. Лесничество обеспечили всех желающих бесплатными саженцами. Этот участок был передан, закреплен за нашим лесничеством, потому что высадить это еще, знаете, пол работы. Главное сохранить, главное дать нормальный, хороший, так сказать, посыл, чтобы все это потом в дальнейшем поднялось и сохранилось. Всего в крае планируют сохватить площадь около 250 гектаров. В общей сложности в регионе появится около полумиллиона новых деревьев. Акция в крае продлится до конца мая. Юлия Шламова, Алексей Шаульский, Новости. В Нагорном парке появилась самая большая в Алтайском крае Георгиевская лента. Ее площадь 540 квадратных метров. Для сравнения, самую большую в России и в мире Георгиевскую ленту в прошлом году развернули в Тверской области у подножия статуи советского солдата в Ржевском мемориальном комплексе. Площадь полотна 2100 квадратных метров. Длина Георгиевской ленты 60 метров, ширина 9. Ее создали и разместили в Нагорном парке в рамках патриотической акции, которую организовал фонд Владимира Шаманова «Защитники Отечества» совместно с городской администрацией и партией «Единая Россия». Большая Георгиевская лента расположена у основания букв с названием нашего города. Это дань памяти всем барнаульцам, кто ушел на передовую. Всем тем, кто ковал победу на оборонных предприятиях в тылу. И тем, кто снабжал фронт продовольствием. Это наша благодарность поколению победителей, которые в меру своих возможностей приближали в победный май 1945 года. Чтобы полотно не унесло ветром, его закрепили по всему периметру с помощью металлоконструкций. Барнаульцев просят проявить уважение и бережно относиться к Георгиевской ленте, как символу героизма и мужества. Въезд в наш город полотно будет украшать до 12 мая. Анастасия Меншакова, Олеся Кузнецова, Денис Кузьменко. Новости. Во дворах Краевого центра играют военные оркестры. Исполняются песни времен Второй мировой войны. Краевые организации и ведомства поздравили своих ветеранов, участников Великой Отечественной, тружеников тыла и детей войны. Наша съемочная группа вместе с оркестром Росгвардии окунулась в праздничную атмосферу. Локти Ванна Андреевна – ребенок войны, ветеран труда. 21 июня 1941 года ей было всего 10 лет. Почти все взрослые из их села Каип Ключевского района ушли на фронт. В полях остались работать женщины, старики и дети. Картошку копали. Взрослые школьники копают, а мы выбираем. А председатель на лошади, вот как он сейчас у меня, едет, бичом хлещет, проверяет, не остается ли за кем. Почет, вот картошин там, кто-то где-то не доглядел. Все это было. И помню, как закончилась война. У нас радио не было, деревня. Радио не было. У сельсовета висело одно на столбу. И там, значит, объявляют. Все туда бегут. Как говорится, радость. Кто плачет. Ведь многие похоронки получили, как говорится, в основном. Это праздник, недаром говорят, со слезами на глазах. Слезы радости. Слезы за то, что наше поколение предыдущее сделало для нас, для нового поколения. Что мы имеем право сейчас спокойно дышать, ходить, рассуждать о мире, о жизни. Самое главное – это память о событии, знаменательном событии. Необходимо всегда это помнить. Ветеранам Великой Отечественной войны и дружникам тыла мы хотели бы пожелать. Самое главное им – это здоровье. То, чтобы они донесли, то, что они несут, это главное – то, что они видели. Ту историю, ту боль, которую они пережили, чтобы поколение наше подрастающее понимало и видело это. В ближайшие дни военные песни в исполнении оркестра можно будет услышать во многих дворах Барнаула и других населенных пунктах Алтайского края. Сотрудники Росгвардии планируют поздравить более 500 ветеранов правопорядка. Анна Алымова, Алина Пенигина, Алексей Шаульский. Новости. И к другим темам, которые были актуальны на прошедшей неделе. Алтайский Роспотребнадзор усилил рейды по масочному режиму. Специалисты проверяют, соблюдают ли предприятия профилактические меры по предупреждению распространения коронавируса. Так, в крае за день проходит около 500 проверок торговых центров, предприятий, торговли и общепита, фитнес-залов и пассажирского транспорта. Главное нарекание, как сообщает Роспотребнадзоре, это отсутствие масок у сотрудников, обслуживающих людей. Если мы говорим о гражданах, то это административная ответственность в размере от 15 до 40 тысяч рублей. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей санкции выше. Здесь предусмотрены штрафы от 50 до 150 тысяч рублей. Мизюлинскую рощу в Барнауле готовят к обновлению. В прошлом году она вошла в число победителей голосования за общественные территории, подлежащие благоустройству. Но жители близлежащих домов недовольны проектом, предложенным администрацией города. Ее представители вышли к барнаульцам на открытый диалог. Спросить можно, ребята, а как будет организован, чтобы транспорт сюда не заезжал? А кто будет на этот диалог? Одну секундочку, давайте. Больше двух тысяч человек проголосовали в прошлом году за благоустройство Мизюлинской рощи. Это около 10% от числа всех голосов. Но жителей не устроил предложенной администрации проект. Больше всего люди опасаются за зеленые зоны, даже устраивают акции в защиту деревьев. В ходе диалога слышим и предложения по корректировке в целом, проектной документации по пешеходным связям, по видам покрытия. И перед нами стоит большая задача, очень оперативно и в сжатые сроки собрать, аккумулировать все эти предложения, которые сейчас поступают. Снос деревьев предусмотрен, но только тех, которые представляют угрозу для гуляющих в роще. Сегодня жители проголосовали за вырубку опасных деревьев и отметили их краской. Задача, наверное, основная – сделать этот проект народным, чтобы вот эта территория, Мизюлинская роща, была действительно удобна для наших граждан. И все то направление, все те дороги, по которым они привыкли ходить, мы обязательно учтем в проекте. В роще отдыхают люди разных категорий. Это собачники, которым нужны площадки для выгула животных, люди пожилого возраста, которым нужно больше возможностей для отдыха, и активное население, которым необходимы велодорожки. Поэтому в городадминистрации предложили жителям назначить представителя от каждой категории. Будет создан комитет с привлечением инициативных граждан, куда, надеюсь, и я, наверное, попаду, и будем устраивать диалог власти с жителями. Инициативная группа соберется после праздников на площадке администрации города. Учитывая все предложения жителей, в проект внесут изменения. Уже в мае подрядчик приступит к работе, а завершить проект планирует в сентябре. Юлия Шеламова, Анатолий Фукс, Новости. Смотрите далее, и вы узнаете. Тысячи жителей Алтайского края и других регионов страны приехали на праздник цветения моральника. Там открыли летний туристический сезон. Отремонтировать дорогу самостоятельно решили жители улицы Удачная, поселка Борзовая Заимка. Они устали ездить по колдобинам и утопать в грязи. В 12-й раз прошел в Барнауле международный фестиваль «Солнечный бал». Из-за пандемии привычный формат концерта изменился. Отремонтировать дорогу самостоятельно решили жители улицы Удачная, поселка Борзовая Заимка. Им надоело утопать в грязи, которая появляется после дождей. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Несколько лет назад в старой части поселка Борзовая Заимка заасфальтировали почти все улицы. Две не попали в городскую программу дорожного ремонта. Не повезло жителям улицы Удачной. Почти 10 лет во время распутицы она утопает в грязи. Здесь более-менее, когда подсохнет, дорога катается. Так, ямы весной, это лед, постоянно вот эти выборы. Едешь, машина проваливается, и застревают машины постоянно. Сейчас машина записана на сервис, потому что подвеска по спасти вот этим кочкам. По несколько раз в день выезжаешь, заезжаешь, разбивается. Жители Удачной решили отремонтировать дорогу в складчину. По их подсчетам, на это нужно около 150 тысяч рублей. Сумма ощутимая. Всего на этом участке улицы 13 домов. Все переулки сделаны, наша улица осталась. Когда земля окончательно высохнет, жители начнут ремонт своими руками. Часть материалов уже завезли. Это кирпичи, чтобы сделать дорожную подушку и затем засыпать ее асфальтовой крошкой. На первое время такого покрытия должно хватить. А затем, может, и дорожники их услышат. Обращались в администрацию центрального района. Два письма в прокуратуру с просьбой разобраться. Жители писали недавно письмо. Вопросом разъяснить, когда будет осуществлено строительство нашей улицы. Но в разумительного ответа что-то конкретное сказано не было. Ремонт удачной по муниципальной программе не предусмотрен до 2025 года. Поэтому и средства на работы не выделены. Но даже после стольких лет ожидания, жители улицы все еще надеются увидеть из окон своих домов асфальтированную дорогу. Анастасия Меншакова, Сергей Балуев. Новости. На прошедшей неделе тысячи жителей Алтайского края и других регионов страны приехали на праздник цветения моральника в особую экономическую зону «Бирюзовая Катунь». 1 мая там открыли летний туристический сезон. Гостей поприветствовал губернатор края Виктор Томенко. На праздники побывала и наша съемочная группа. Туриндустрия возлагает на предстоящий сезон большие надежды. Ведь предыдущий год из-за санитарных ограничений стал настоящей аномалией для всей отрасли. Власти региона также уверены, что предпринимаемые меры профилактики и государственная поддержка внутреннего туризма должны способствовать спросу на местный турпродукт. В предшествующем пандемии в 2019-м за мае месяц туристические объекты посетили примерно 160 тысяч человек. В крае мы думаем, что вполне возможно ситуация сегодня нам позволяет эти цифры повторить, а может быть даже где-то и превзойти, учитывая, повторюсь еще раз, что меньше возможности сегодня за границу ехать и интереснее посещать объекты внутри страны, в связи с тем, что правительство страны реализует целый комплекс мер поддержки, в том числе вот тот самый кэшбэк, когда 20% всех расходов тебе, которые связаны с туристическими какими-то поездками, путешествиями, возвращаются под государство. Это очень удобно и выгодно. Праздник цветения моральника сегодня входит в число топовых туристических событий в России, и шоу-программа этому соответствует. На искусственном озере в центре Бирюзовой Катуни спортсмены-флайбордисты выполнили над водой трюки и полеты на высоте до 19 метров. В сочетании с цветным дымом и фейерверками шоу незабываемое. Это видно по реакции зрителей. Многие приезжают сюда регулярно. Например, Рахим и Ярослава с сыном Романом прибыли из Горноалтайска. Говорят, турпродукт Алтайского края уникален. Здесь очень много различных таких старинных каких-то игр. Можно познакомиться с ремесленными какими-то производствами. Тоже очень интересными. Ну, вообще атмосфера такая теплая, и концерт на высоком уровне всегда. Поэтому мы с удовольствием сюда приезжаем. Организация нравится. Одно из конкурентных преимуществ туризма на Алтае – уникальная кухня и блюда, приготовленные из натуральных экологически чистых продуктов. Их продемонстрировали на гастрономической площадке «Ярмарка региональной кухни». Главе региона Виктору Томенко дали попробовать традиционный безалкогольный напиток – сбитень на основе алтайских трав. Давайте попробуем. Настоящие? Сбитень делается на алтайских травах? Все, кто в очереди стоит, я рекомендую. Десерты из меда, брусники, кедровых орешков, конверты с мясом яка и гвоздь программы – бургер с котлетой из нежной алтайской мраморной говядины. Все компоненты блюд местного производства – это дары леса, продукция ферм и частных подворий. Также Виктора Петровича мы угостили сегодня пирогом, ягодным пирогом, который у нас в меню. Пирог наш тоже уникальный, сделан. Я не буду раскрывать секреты теста, потому что мы искали в архивах. Шеф-повар сейчас никому не передает этот рецепт. Но пирог является победителем фестиваля «Алтайская зимовка». На сегодняшний день является лучшим пирогом Алтайского края. Туристические районы Алтайского края продемонстрировали свои конкурентные преимущества – Завьяловские озера, кулинарные праздники, народные и казачьи песни, изделия кузнецов, кулинария и мастер-классы по игре на народных музыкальных инструментах. Этот калейдоскоп событий и впечатлений призван в компактном формате продемонстрировать предложения для гостей со всей страны. Ведь внутренний туризм в период ограничений международных перелетов особенно актуален. Цветение моральника – витрина туриндустрии Алтайского края. И с этой задачей праздник успешно справляется. Глеб Полянский, Алексей Михайлов. Новости. В 12-й раз на этой неделе прошел в Барнауле международный фестиваль «Солнечный бал». Обычно это мероприятие собирает около полутора тысяч участников. Но этот год из-за пандемии был не похож на предыдущие соревнования. Проходили в разных форматах – в очном и заочном. Подробности далее. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, на фестиваль приехали 29 коллективов из шести регионов России. Это около 700 участников. Еще 12 коллективов, в том числе из Казахстана и Санкт-Петербурга, соревновались заочно. Свои номера они снимали на видео и отправляли жюри. В прошлом году мы единственные в России на 9 мая провели заочный фестиваль именно танца. Назывался он «Рио Рита». Когда наши участники, которые вынуждены были сидеть дома, снимали видеоролики под музыку военных лет и присылали нам. Поэтому практически очень многие из членов жюри были как раз в заочном формате и участвовали там как оценщики, как эксперты. Поэтому в этом году, я думаю, им составит труда оценить еще раз небольшое количество номеров. Но эмоционально, конечно, люди очень соскучились, участники, судьи. И все с удовольствием смотрят живые выступления на сцене. Больше всего призов в разных номинациях получили участники из Барнаула и Красноярского края. Есть среди победителей и коллективы из районов. По словам организаторов, в последние годы прослеживается явная тенденция. Крупные города зачастую представлены коллективами спортивного танца, а районы – ансамблями бального танца. Энергия другая, да, когда ты смотришь гаджет, да, и оцениваешь, или когда ты все видишь вживую. Это совершенно другие эмоции. Поэтому, естественно, здесь это намного приятнее, ну, по крайней мере, для меня. Огромное количество коллективов. Такое для всех на сложное время, это прямо для меня, правда, я не ожидал увидеть. И приятно видеть, что ребятам всем нравится, горят глаза, видеть столько улыбок, это очень приятно. Мы второй. Ну, в данном составе первый, но вообще ансамбль «Старлайт» принимает второй раз. Я немножко волнуюсь, но я знаю, что у нас все получится, и мы займем хотя бы второе место. Анна Лымова, Алина Пенигина, Алексей Михайлов. Новости. Денисова пещера в Алтайском крае пополнила список особо ценных объектов культурного наследия народов России. Распоряжение об этом подписал на прошедшей неделе премьер-министр России Михаил Мишустин. Известный алтайский памятник культуры давно считается археологическим объектом культурного наследия. С 2017 года кровоевласти добивались для пещеры статуса особо ценного объекта. Кстати, это первый случай в России, когда археологический объект получил данный статус. Напомню, пещера известна тем, что там обнаружили останки нового подвида человека, который назвали Денисовским. С 2010 года ведутся раскопки. За это время археологи обнаружили останки четырех денисовцев и двух неандертальцев. Сильнейшие боксеры России от 17 до 18 лет приехали на этой неделе в Барнаул на первенство России по боксу среди юниоров. Оно проходит в дни празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Последний раз настолько статусный турнир по этому виду спорта проходил в крае больше 40 лет назад. Губератор края Виктор Томенко торжественно открыл первенство. На него приехало 266 спортсменов из 50 регионов страны. Алтайский край представляют 12 боксеров. В каждой весовой категории определяют победителя. За золото они получат звание мастера спорта. Я хотел бы от лица правительства Алтайского края выразить самые искренние слова благодарности Министерству спорта Российской Федерации, Федерации бокса России за право такое ответственное и важное событие, соревнование провести здесь у нас в Алтайском крае. Я убежден, что мы не подведем, а все наши гости получат удовольствие познакомиться немножко и с нашим краем, и с его столицей. Приехали поддержать спортсменов и почетные гости. Среди них чемпион мира по боксу среди профессионалов Денис Лебедев. Он планирует присутствовать на всех боях, чтобы оценить уровень подготовки спортсменов. Там есть фавориты в каждом весе. По четыре, по пять человек даже есть основные. Их развели между собой, чтобы они не сколеснулись в первых боях, а ближе до финала, чтобы действительно были выявлены сильнейшие. Сделана специальная эта система, чтобы отбирали самые лучшие для участия в международных соревнованиях, которые будут потом на пьедестале стоять в нашей стране. И, возможно, именно из этих ребят кто-то станет олимпийским чемпионом. Первенство России по боксу продлится до 13 мая. Бои проходят в Барнаульской Титов-арене. Вход для зрителей свободный. Также на YouTube-канале Российской Федерации Бокса ведутся прямые трансляции с боев на двух рингах. Такой была неделя. Спасибо, что провели ее вместе с нами. Хороших выходных и до встречи!